Привет, мои дорогие друзья! У меня сегодня для вас очень важное сообщение, над которым нам надо поразмыслить. Знаем ли мы, что мы находимся на грани, на грани исполнения величайшего пророчества, записанного в Библии за последние две тысячи лет? Очень похоже, что все кусочки головоломки или пазла складываются в нужном порядке и своевременно, прямо у нас на глазах, что приведёт, соответственно, к логическому, трагическому финалу человеческой цивилизации. Всё может случиться уже в этом году. Мы поразмышляем в этом видео о том, что может произойти в ближайшее время на этой земле. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, последние мировые события заставляют нас в буквальном смысле этого слова дрожать. Потому что мы видим собственными глазами, как эти события являются спусковым крючком к реализации исполнения последних библейских пророчеств. И все эти события последнего времени убеждают нас ещё раз в непогрешимости библейских пророчеств. И сейчас мы как бы на перекрёстке исполнения этих важных, судьбоносных пророчеств за последние две тысячи лет. И мы видим, как они сбываются прямо у нас на глазах. После трёх провальных предвыборных кампаний в Израиле два соперника в предвыборной гонке Бениамин Нетаньяху и Бени Ганс 20 апреля 2020 года подписали соглашение о создании нового правительства в Израиле. В рамках сделки Нетаньяху и Ганс будут сменными премьер-министрами в Израиле. Давайте не забывать ещё, что параллельно с этим Дональд Драмп и его администрации продолжают трудиться над воплощением сделки века в Израиле ещё с 2017 года. Он объявил о готовности мирного плана ещё в январе 2019 года. Но Нетаньяху попросил Трампа подождать немного с реализацией этой сделки, пока не утрясутся вопросы предвыборной кампании в Израиле. И вот, наконец, 28 января 2020 года, этого года, он решил, что время пришло для того, чтобы раскрыть детали сделки века. Следовательно, этот план, если вы посмотрите на его пункты, соответствует пророчествам Библии. Библия тоже говорит о мирном плане, с которым начнётся отчёт последних семи лет человечества, а потом Армагеддон. Соответствие просто идеальное. И утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательно предопределённая гибель постигнет опустошителя. Обратите внимание, сразу после формирования коалиционного правительства Дональд Трамп вошёл в диалог с обоими представителями с сильной властью в Израиле, чтобы двигаться вперёд вместе, стремительно к реализации мирного плана. И хотя соглашение гласит, что 1 июля 2020 года – это самая ранняя дата заняться аннексией поселений, но администрация Трампа так обеспокоена этим и так оптимистичны, что хотят поскорее воплотить условия сделки века. В прошлый понедельник объединённым правительством уже были подписаны договорённости об аннексии 30% территории западного берега реки Иордан, то есть современной Иудеи, включая все поселения в нём. И это событие может случиться даже ранее, чем заявлено в плане, то есть до 1 июля 2020 года. В отношении заявления президента Трампа о мирном плане премьер-министр и заместитель премьер-министра будут действовать в полном объёме в соглашении с Соединёнными Штатами Америки, будут придерживаться международного диалога на тему мирного плана и урегулирования мира на Ближнем Востоке. Стратегические интересы Израиля заключаются в полном мире и безопасности этого региона, в поддержании региональной стабильности и сохранении всех мирных договорённостей. И они будут стремиться к достижению этой цели, чего бы это им не стоило. Итак, оба политика, и Нетаньяху, и Ганс, пообещали поддержать мирный план президента США Дональда Трампа. И это позволит Израилю начать процесс демилитаризации палестинского государства, который на 70% состоит из палестинцев на территории западного берега реки Иордан. Ганс предложил суверенитет для большей части других 30% западного берега реки Иордан, но Нетаньяху продолжает гнуть свою линию по аннексии этих территорий. Помните, что Библия пророчествует о последних днях? Что будет происходить именно на этих территориях в Израиле? Израиль аннексирует только населенные пункты, а также долину реки Иордан, но палестинскому государству достанется большая часть, а именно 70% западного берега. И Израиль не сможет аннексировать эту территорию. Это именно то, что и произойдет. Согласно с планом века Трампа. В параграфе 29 о коалиционном соглашении говорится, что после обсуждений консультаций двумя премьер-министрами Израиля премьер-министр сможет выдвинуть соглашение с США по вопросам применения суверенитета для обсуждения. Срок исполнения до 1 июля 2020 года. США и Израиль будут иметь совместный картографический комитет, чтобы определить, какая земля будет аннексирована Израилем. Сейчас работа временно приостановлена из-за мирового вирусного кризиса по всему миру. Но тем не менее, они нарисуют и установят точные границы, которые отделяют Израиль от Палестины. Эта карта в скором времени будет отредактирована и закончена. У Трампа уже состоялся разговор с Нитаньяху и Гансом по вопросам следующих шагов к реализации этого плана. «Я думаю, у нас есть реальный шанс, огромная возможность реализовать этот план», сказал Дональд Трамп. Еще раз вспомните пророка Даниила, 9 глава, 27 стих. Там написано, что Антихрист заключит завет Авраама со многими на 7 лет. То есть, в сделке не будет две стороны только. Там будут задействованы и многие другие люди. Выглядит так, что там, в этой сделке, будет задействовано много других людей. Президент США, Трамп, Бенни Ганс, Бенемин Нитаньяху уже есть три основные фигуры, которые крутятся вокруг этого плана. Также не забываем, что мирный план Трампа включает в себя также и создание Палестинского государства. Многие консервативные партии в Израиле говорят, что этому не бывать никогда. Однако Библия четко и ясно пророчествует, что все это должно произойти в конце дней. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся где? В Иудее. Это западный берег реки Ордан. Да бегут в горы. И кто на кровли, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим с отцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Итак, Иисус пророчествовал об этом событии еще две тысячи лет назад, когда еще физически был на этой земле. Поэтому и палестинское государство будет создано в самом ближайшем будущем. И большая вероятность, что уже в этом 2020 году план сделки века начнут реализовывать в полной мере. Израиль уже готов заключать мир. Палестинцы не готовы пока. Израиль помогает палестинцам в борьбе с всемирной смертельной болезнью. И каков ответ палестинцев? Только оппозиция и сопротивление израильтянам. Никакой благодарности. И так было много лет. Начиная с образования государства Израиля еще с 1948 года. Никто не смог договориться до сегодня. На этот раз президент Трамп разработал сделку таким образом, что право вето снимается с палестинцев. И в это время США и Израиль могут осуществлять свою часть сделки в полном объеме. А потом будет еще несколько лет, чтобы попытаться заставить палестинцев договориться, чтобы они исполнили и выполнили свою часть сделки. Палестинцы нуждаются в Израиле, чтобы спасти себя. Но вместо этого они постоянно обвиняют Израиль и сопротивляются любым добрым намерениям. Давайте также не забывать, что мирное соглашение не завязано только на палестинцах. Оно работает со всеми соседскими мусульманскими странами, такими как Иордания, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Все эти страны задействованы уже и заинтересованы в продвижении сотрудничества во многих областях экономики, а также в сделке века Трампа. Палестина обратилась за помощью и защитой к России, к Владимиру Путину. Но как бы ни оказалось слишком поздно, что вопрос палестинской автономии уже решен в одностороннем порядке. Наверняка Трамп и Путин уже обсуждали мирные договоренности. Вполне возможно, что и они договорятся в скором времени. И тогда последняя седьмина пророка Даниила заработает. Продолжение следует... Продолжение следует...